итак здравствуйте еще раз сегодня у нас будет с вами одна интересная тема вернее даже две вот а перед тем как приступить к сегодняшнему занятию я бы хотел от вас получить маленькие рекомендации отзывы и вопросы по тем урокам которые я дал так я опять куда-то пропал почему-то у меня компьютер очень вредничает когда я одновременно демонстрирую презентацию и еще и записываю так давайте хотел от вас услышать были ли у вас какие-то сложности проблемки сомнения по поводу уроков которые я давал на прошлой неделе которые касались у нас социальной сети вконтакте вот как я считаю что вконтакте достаточно простая сеть и все им не практически зарегистрированы и проблем наверное быть вообще никаких не должно вот пожалуйста поставьте плюсики в чат кто хотя бы что-нибудь пытался сделать из тех рекомендаций которые я давал в двух коротких уроках на прошлой неделе но судя потому что плюсиков не прибавилось наверное было совсем не до этого но ничего у вас записи эти уроков будут поэтому вы сможете вернуться к ним в любое удобное время значит на следующую недельку я вам приготовил еще три интересных урока которые посвящены вконтакте значит и один урок который посвящен сервисом почтовых рассылок потому что это очень мощный ресурс на которых вы сможете находить себе партнеров для продвижения всего что угодно товаров услуг наших товаров партнерских программ вебинаров электронных книг ну просто вот вкладись я вам целых два сервиса таких покажу и расскажу как с ними работать вот и напоследок это будет уже пятый урок значит я расскажу вам как работать с видео а именно с теми уроками которые я вам собственно говоря и приготовил то есть вы сможете мои уроки использовать для своего собственного партнерского продвижения об этом будет последний урок вот ну и само собой там еще потом серия уроков продолжится когда вы уже будете оставаться в моей рассылке как партнеры вот там для вас будет еще много разных фишек единственное что конечно чистота таких уроков будет не раз в день а один раз в три дня чтобы у вас было больше времени позаниматься тем чем вам хочется так если у кого-то нет звука то пожалуйста перегружайте страничку потому что вроде как бы звук есть и так значит давайте поговорим вот о чем значит я хотел вам рассказать о возможности получения дополнительного дохода через написание мини книг в самом самом первом уроке который был посвящен мини книжкам и вирусному распространению я давал в качестве примера свою электронную книгу которая называется я люблю сладкой или жизнь без сахара значит что вам даст понимание того как можно писать мини книги во первых вы сможете разобраться с какой-либо темой достаточно досконально с любой темой будь то связаны с психологией питанием построенением пополнением кошельком вообще всем что угодно то есть если вы чего-то не знаете вот мой вам совет просто возьмите и напишите книгу и в процессе того как вы будете книжку это готовить вы эту тему досконально изучите разберется с ими нюансами и вам просто потом будет намного легче вот в этом уроке расскажу как писать такие мини книги и более того на них еще и зарабатывать сейчас я все подключаю чтобы ничего не мешало на экране значит смотрите что такое мини книга это по большому счету вордовский документ ну либо pdf формат в котором собрано какое-либо описание какой-либо проблемы и дается рекомендации как от этой проблемки избавиться допустим что можно взять за какой-то пример да берем любую проблему ну допустим давайте возьмем в качестве примера мою книжку про сахар то есть проблема состоит в том что сахар да это не совсем полезный продукт находится во всех продуктах практически которые есть в современном промышленном производстве вот и он вызывает определенного рода проблемы вот чтобы нам написать правильно грамотно книгу есть очень очень простой сценарий как она пишется по какому сценарию для того чтобы подвести людей которые книжку эту будут читать к тому чтобы они осознанно поняли что эта проблема действительно существует что она их касается и они захотели бы что-либо в своей жизни изменить и когда они это осознают к концу книги они уже будут мотивированы на то чтобы совершить какую-либо покупку либо какое-либо действие на которое вы их собственно говоря и сподвигали в этой книжке итак с чего начинается такая книга значит первая часть вы не пугайте слово книга да потому что на самом деле это все мини то есть формат должен быть такой легкий легкое чтение легко воспринимается и скажем так легко пишется вот значит что я вам рекомендую в первой части книги нужно описать 10 основных проблем связанных с темой вашей книги это те 10 проблем которые есть у потенциальных читателей вот просто вы садитесь и думаете какие проблемы есть у людей связанных допустим с такой-то такой-то темой ну допустим там если касается это книжки да про сахар да то какие будут проблемы ну садов саму собой просто писать какие-то болезни которые возникают от чеснерного употребления сахара ну там само собой так кариес вот масса других проблем таких как диабет там онкология что-то еще на женственное заболевание вот просто вы эти проблемы описываете просто очень коротко буквально одним предложением начинаете их перечислять проблема такая проблема такая проблема такая вот самое главное найти эти проблемы и их описать Когда они уже есть, с ними работать дальше уже легче Дальше Вы на каждую проблему Пишите дополнительное описание То есть не просто что Есть такая проблема А начинаете ее расшифровывать Но опять-таки все очень коротко Буквально один-два абзаца То есть вы пишите Каким сложностям приводит эта проблема Ну допустим там Стоматолог, да? Какая сложность? Пойти к стоматологу, вылечить зубы На самом деле это уже Несколько серьезно, да? То есть фраза стоматолог И пойти вылечить зубы, это уже звучит маленько по-другому Потому что уже человек начинает как-то на себя Это примерять И самое главное, когда вы пишете уже Описание к этим проблемам Это все делается буквально в один-два абзаца Вам нужно дать максимально Эмоциональное описание То есть как чувствует себя человек Ощущая, осознавая эту проблему Какие мысли его посещают Какие неприятности Ему все это приносит Какие негативные эмоции он испытывает Вот здесь вот нужно как бы поднажать на реальный негатив Потому что только так Ну я так считаю, что можно зацепить человека Очень глубоко То есть задача вот этого первой части Первой книжки Это максимально втереть, как говорят, соль в рану То есть вы прямо описываете Каким сложностям в жизни приводят указанные проблемы И так на каждую проблему у вас будет буквально 3-5 абзацев Самого описания Включая эмоциональное наполнение Вот это то, что касается первой части книжки Еще раз повторяю Составляете список 10 проблем Связанных с тематикой книжки А потом на каждую проблему составляете Ну буквально 2-3-4 максимум 5 абзацев Это максимум Каким сложностям это в жизни приводит И дополняете все это эмоциональными красками Вот дальше мы переходим ко второй части Собственно говоря, книжки Вот, значит Во второй части нужно описать 10 ключевых ошибок Которые совершают люди Которые в итоге опять-таки приводят К проблемам, описанным ранее Ну если коснуться книжки про сахар То есть допустим, какие могут быть ошибки Люди допустим пытаются заменить сахар На какие-либо сахарозаменители Какие там могут быть сахарозаменители Конечно же это искусственные То есть по незнанию И вот тут нужно описать Что пытаясь решить такую-то проблему Человек совершает другую проблему Он входит в заблуждение Или что-то вводит его в заблуждение Это приводит к очередным проблемам Вот, почему 10? Ну, можно, конечно, чуть больше Можно, конечно, чуть меньше Но вот цифра дети, да Она такая достаточно весомая И там 10, скажем так Какими-то вот такими буллетами Да, важными вещами Можно очень хорошо раскрыть тематику Вашей книжки Вот, то есть 10 ключевых ошибок Совершаем людьми Их нужно описать буквально тоже в общих чертах Один-два абзаца Вот, что это такое И к чему это приводит Значит, что я могу вам порекомендовать В конце этого урока Я вам просто дам конкретные Конкретные прямо вот такие темы Для будущих книжек Вот, и даже смогу определиться с вами Какими-то материалами Если мы с вами, ну скажем так С вами договоримся О партнерском написании этой книжки И вот среди этих проблем Вернее, среди этих материалов Вы сможете как раз эти проблемки-то и выискивать То есть по большому счету Когда вы ищете в интернете Что-либо, касающееся вашей темы Вы натыкаетесь на вот эти вот И проблемы, и ошибки, и заблуждения И все вот эти вот эмоциональные составляющие Которые нужно просто взять И состыковать вот именно В таких коротких, буквально вот В два-три абзаца фразах Вот, дальше переходим К третьей части книжки Давайте пока перед тем, куда перейти Я хочу получить от вас Плюсики в чат Для тех, кто понимает, да Что входит в первую часть книжки И чем отличается вторая часть от первой То есть кто понимает о том, какие могут быть проблемы И какие могут быть именно ошибки Которые совершают люди Пытаясь эти проблемы решить То есть вы можете просто Брать и примерять это что-либо На какую-то вот свою конкретную Вот существующую для вас Ваш сейчас момент жизни Какую-то потребность Просто берите и примеряйте У меня, допустим, есть Такая-то проблема Я, конечно, слово «проблему» не люблю Да, пускай это будет слово «задача» Да, это там потребность или необходимость Можно выстроить сразу в голове Например, аналогический ряд Какие там могут быть Трудности, проблемы, ошибки Да, и какие могут быть Заблуждения, связанные с этим Потому что вы, ну, наверняка Уже с чем-то столкнулись Уже что-то пытались для себя решить Так, хорошо Двигаемся дальше Значит, первая часть Еще раз говорю Это проблемы Вторая часть Это ошибки Которые совершают люди Пытаясь эти проблемы решить Которые, само собой Не совершают по незнанию Значит, в третьей части книжки Тоже все достаточно просто Вот Нужно дать ответ на вопрос Что делать То есть прямо вот таки Очень просто дать решение проблемы Ответив на вопрос Что делать Ну, например, допустим, да Чтобы сократить употребление сахара Нужно сократить употребление сахара Или, допустим Заменить сахар На другие натуральные продукты Которые, скажем так Содержат в себе Ну, сладкий вкус Допустим, там мед Какие-то там Сиропы Что-то еще То есть вы говорите прямо Что делать Или, допустим Разобраться с тем В каких продуктах находится сахар Внимательно научиться изучать Этикетки Чтобы понять Что там, допустим, есть сахар Вот То есть все достаточно просто Просто даете конкретную рекомендацию Что делать Или, допустим Рекомендация может быть так Чтобы отучиться есть Магазинные и там Какие-то рестораны Сладости Сделанные из белой муки И белого сахара С применением маргарина И там еще каких-нибудь Ненужных организмов И вуществ Нужно научиться Готовить полезные сладости Самому Из натуральных продуктов То есть по большому счету Вы говорите Что делать Да, возьми И научись Это делать сам Вот Все очень просто То есть на каждую проблему Вы стараетесь ответить А что делать Чтобы этого не было Очень просто Вопрос Что делать Отвечаете Вопрос Что делать Дальше мы переходим В четвертой части книжки Значит Которая Самая-самая интересная Смотрите Значит Мы обозначили проблемы Мы обозначили ошибки И мы дали рекомендации Что делать Теперь у человека Сразу же возникает вопрос Как Это делать И это Как Обычно Стоит Денег Почему Потому что Все хотят понять Секреты Нюансы Подноготную Технологию Рецепты И вот это Как раз Это как А как делать Полезные сладости Из натуральных продуктов Фраза По большому счету Которую вы произнесли В прошлой Говоре книжки Что делать Готовь Натуральные продукты Все Ответ Исчерпывающие Но Как готовить Какие продукты С чем сочетать Когда употреблять Это уже Больше звучит Скажем так На вопрос Как И соответственно Вот эта вот Часть книги Может стать Коммерческим продуктом Почему Потому что Люди любят Когда им Не просто говорят Что им нужно делать Но и Как делать Как раз Для того Чтобы эти проблемы Решить Или Предотвратить И вот Смотрите дальше Сами То есть Если вы Досконально Разобрались В теме И можете Себе ответить На вопрос Как делать Написали об этом Прямо таки Ну несколько Страниц Или подготовили Скажем так Практически Какой-то такой Мини тренинг Мини курс Или вот Что-то такое Практическое То это может Стать для вас Коммерческим продуктом Если вы Не готовы Создавать Какого-то Своего Коммерческого Продукта Вебинара Электронной Книги там Или Которые будут Продаваться за деньги Или какого-то курса То можно Именно в эту книжку Включить рекламу Курсов Тренингов Или платных продуктов Других авторов Которые отвечают На этот вопрос То есть Получается Вы в трех частях Этой книжки Обозначаете проблему Усиливаете Эту проблему Потому что Вставляете туда Вставляете туда Эмоциональную составляющую Описываете ошибки И заблуждения Которые приводят к проблемам Говорите Что делать И подводите людей К тому Что А вот теперь Если ты хочешь Научиться это делать Разобраться Как это делать Я тебе рекомендую Пройти этот тренинг Купить этот курс Записаться на Вот эту вот Консультацию Пройти допустим Там еще какое-то мероприятие И так далее И так далее И так далее То есть Ваша книжка По большому счету Из такой Практической Легкой книжечки Книжечки Превращается В нечто Продающее Вот по большому счету Отлично 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 Вот Значит Теперь давайте Перейдем уже К таким более Практическим вещам В которых я Расскажу Как Делать Некоторые вещи Для этой Да, Ирина Можно начинать Буквально даже Со статьи Так Меня почему-то Опять отключило Сейчас я все Восстановлю И мы с вами Продолжим Так Теперь смотрите Чтобы нам С вами разобраться Какая тема Кому интересно Нужна Если мы говорим О том Что это будет Какой-то платный продукт Либо подающая книга То само собой Если тема Это интересно Вам Нужно найти Отклик у людей Интересно ли Эта тема им Почему Потому что Тема может быть Либо очень узкая И трудно будет Найти аудиторию Которая потом Эту книжку Будет скачивать Вот Нам нужно будет Подвести Скажем так Нашу книгу К тому Чтобы это была Ну скажем так Массовая Какая-то вот Книжка Которая интересна Очень большого количества людей Вот Что нужно будет сделать Вот Есть такой Великолепный сервис Wordstat.yandex.ru Значит Этот сервис Позволяет Искать Запросы Которые Используют люди Которые Ищут что-либо В интернете То есть Набирая в этом сервисе Какое-либо слово Сервис покажет вам Что примерно Искали еще люди Набирая такое же слово В Яндексе Каждый месяц То есть Количество запросов По этому слову В месяц В тысячах Или в сотнях Тысяч штук Вот Значит И сразу скажу Ответ на вопрос Что При условиях Нужно самой знать Эту тему Если вы тему Не знаете То вы можете С этой темой Разобраться Достаточно просто Понять Проблемы И ошибки И что нужно делать То есть Если у вас есть Какая-то вот В жизни такая ситуация Что вы Чего-то не понимаете Просто берите И начинайте По этому сценарию Отвечать себе На этот вопрос То есть Какие есть проблемы Какие есть ошибки Заблуждения Что нужно делать Для того Чтобы этого избежать И потом Вы выйдете на ответ Как нужно этого делать Так вы сможете Разобраться в этой теме И стать Наверное Скажем так Уже Ну если не профессионалом То человек Который понимает В этой теме Достаточно много Соответственно Потом может это использовать Для каких-то своих Коммерческих интересов Итак Что нужно сделать То есть Набираем этот сервис Нужно составить Таблицу с запросами То есть Допустим Ну к примеру Возьмем вашу тема Ну вот молоко То есть Есть ли от молока польза Есть ли от молока вред Какое бывает молоко Гостовское Там топленое И так далее И так далее Просто берете И в этом сервисе Набираете Прямо такие слова Вред молока Польза молока Топленое молоко Молоко Гост И так далее И смотрите Что этот сервис Будет вам выдавать Значит Анализируете Значит Составляете Все эти запросы В табличку Значит Прописываете Примерное количество Запросов Которые набирали люди Вот И ориентируйтесь На запросы Числом От 5000 Запросов В месяц Потому что До 5000 Я бы даже сказал До 10000 Это достаточно Низкочастотных Запросов То есть Ну Тема Скажем так Не особо Популярная Вот Если скажем так Эту тему Поднимают Около 10 тысяч Человек в месяц Ну и больше Само собой То эта тема Скажем так Интересная Ну допустим Если наберете слово Там диабет Или там Какая-нибудь диета Да То на слово диета Там может быть И сотни тысяч Запросов в месяц То есть Люди ищут 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 Вот То есть Все запросы Не переписывайте Но Обозначьте себе Самые-самые Такие главные Потому что Этот сервис Будет выдавать вам Не только Вот вы допустим Написали слово диабет Но он будет вам Еще показывать Что еще ли Искали люди Искавшие По такому слову Вот Соответственно Потом смотрите Темы Которые Интересны И востребованы Людьми То есть И этот сервис Вам подскажет Что нужно Вам Может быть Даже в эту книжечку Добавить Потому что У вас одно мышление У вас одно видение Ситуации У людей Это все происходит Маленько по-другому То есть Каждый ищет Свою тему Каждый ищет Свой запрос Используя Свои слова То есть Можно говорить Об одной и той же вещи Но сказать ее Абсолютно разными словами Поэтому Пользуйтесь сервисом Он очень-очень Помогает Для того чтобы Просто понять Что у вас требовалось Что интересно И так далее Подумайте над Своими запросами И Попробуйте Поискать В этом сервисе Вот так Вы сможете Сформировать уже Конкретные темы Для глав книги Понять проблемы Понять ошибки Без заблуждения И так далее Ну и само собой Проверите Насколько они Востребованы И актуальны Потому что Может оказаться так Что у вас Допустим Будет 20 проблем Вот вы нарыли 20 проблем Но для книжки Это будет наверное Перебор И нужно сделать Сфокусироваться На самых Славных Самостых Проблемах 10 штуках Соответственно Сервис нам покажет Что допустим Что-то более актуально Что-то менее актуально Вот Идем дальше Когда есть уже Конкретные запросы Легче будет потом Придумывать рекламу Для продвижения книги Потому что Сервисы по размещению Рекламы Работают так Что Необходимо Добиться Показа Ответа На запрос человека Допустим Человек набирает Запрос в интернете Профилактика диабета Вот А тут раз Ему выскакивает реклама В вашей мини-книжке Хотите разобраться С профилактикой диабета Скачайте электронную книгу Ну или Какие-то подобные слова То есть Его запрос И ваш ответ Содержат Инаковые слова И человек уже понимает Ага Он набрал профилактика диабета И тут ему выскакивает реклама Которая говорит Про профилактику диабета И дает какую-то там Ну надежду Какую-то книжку Что-то еще Он на такую рекламу Соответственно Клюет Как рыбка на поплавок Ну или не на червячка Которая там Под этим поплавком есть Поэтому вот эти вот запросы И количество этих запросов Они помогут в будущем Составить уже Конкретную рекламу Под продвижение Этой книжки Или какого-то там Коммерческого продукта Вот Соответственно Чем больше у вас будет Разных запросов Тем легче Потом будет Придумывать рекламу Для продвижения Этой книжки Двигаемся дальше Значит Еще раз расскажу Про формат книги То есть формат Это Вордовский документ В котором Ну примерно От 15 до 50 страниц Текст на формате А4 Простым 10, 11, 12 размером Шрифта Вот Значит Хорошо было бы Чтобы книжке Были подобраны Уже какие-то изображения Которые можно вставлять В эту книжку Вот Если будете книжку писать То Вариантов два Допустим Вы вставляете изображение Прямо в саму книжку То есть прямо в тексте Размещаете ее И отдельно Потом Для человека Который будет эту книжку Верстать Уже в PDF формате Необходимо будет Чтобы эти изображения Были прикреплены Отдельно Просто в виде файликов Чтобы он просто мог Их вставить Ну в соответствующее Место книжки Чтобы просто он Не из Вордовского файла Передирал эту картинку Потому что там Она уже будет и качеством Не очень Да А Чтобы просто был Отдельный файлик Исходный Который можно обрабатывать Вот Можно ли написать книгу Об английском языке Ну я думаю Все можно Для этого просто нужно проверить Насколько эта тема Востребована Вот и все Вот сервис Wordstat Вам скажет Можно Нужно Есть такая проблема Есть такая потребность И сколько человек Вообще эта тема Скажем так интересуется Значит соответственно Книжки Я рекомендую Подбирать и тематические видео Потому что Книги можно делать Уже не просто там Вот В текстовом формате С картинками Да А вот допустим В том формате Как это сделал я С книжкой В которую Внутрь книги Вставлено видео Вот Делать это все Достаточно легко Для этого нужно Это могут быть Вот такие вот Как это называется Альфа персонажи То есть Если мы книжку Скачивали То это появляющийся элемент Который сделан С прозрачным фоном Который можно наложить На что-либо Сверху То есть Либо на какую-то Картинку Либо на текст Либо на видео И этот вот Такой персонаж Скажем так В виде человека Да С прозрачным фоном Он появляется В момент Когда Человек Скроллит До этого Определенного Скажем так Места на книжке Где-то Сверху Должен появиться Персонаж Должен появиться Вот Он там Возникает Что-то говорит Что-то рекомендует И потом Исчезает Вот Это все Как раз Позволяет Вставлять Акробат Про Программа Достаточно простая То есть Там настроек Особо никаких Нет Вот Просто можете Скачать Установить Лицензия На ее использование Стоит По-моему 450 Или 500 Рублей В месяц Соответственно Когда у вас Уже будет Книжка Практически Готова Да По-моему Там есть Еще пробный Период То ли 15 То ли 30 Дней Я точно Не помню То есть Когда у вас Будет Полностью Готова Книга Если у вас Еще будут Альфа Персонажи Конечно Сейчас Не смогу И без Никак И делается Но Это все Можно Найти Единственное Что не помню Есть ли там Такой пробный Период 15-30 Дневный Но Если мы Скажем так С вами Договоримся С сотрудничеством То Верстку книги Со всеми Чудесами Мультимедиа Презентации И всего остального Я могу взять на себя Почему нужно Тематическое видео Потому что Это интереснее То есть Вы уже Скажем так Свои слова Можете подкреплять Ну не просто Абы чем-то А какими-то Фрагментами Книг Выступлений Или чего-то еще На эту тему То есть Усиливать Усиливать И показывать Скажем так Более Глубокие понимания Более глубокие вещи Касающиеся Вашей темы Когда у вас Уже все готово Все тексты Все оглавления Все остальное Вы уже просто Потом составляете Содержание Ну само собой Вы можете Накидать черновик О том О чем вы будете говорить Но Я вам его В принципе Уже накидал То есть Это буквально Четыре раздела То есть Потом Когда все Уже будет сформировано Расставлено По местам Вы делаете содержание Ну само собой Вы вставляете Что-либо Об авторе То есть Кто вы Что вы Зачем И почему Решили Это сделать И поделиться С людьми С этими знаниями Вот И соответственно Там Глава об авторе Да Она тоже Может быть Небольшой Вот И после этого Можете сделать Ну некое Вступление Да Там Предисловие Какой-то книжке Зачем она Вообще Нужна Для чего Она Пригодится Поможет Это все Буквально Там тоже Можно сделать Два-три абзаца Ну и само собой Заключение В котором Вы уже Потом Соответственно Можете Рекомендовать Что-либо Платное Отсылать На какие-то Курсы Тренинги Сайты И так далее Это все Что касается Платных вещей Я рекомендую Не только В самом-самом Конце И в заключении Публиковать А вот Начиная Буквально Таки С первых Глав Потому что Люди Кто-то читает До конца Кто-то читает Там первую Главу Кто-то Сцепится Там буквально На первом Предложении И Ну Можно дальше Не читать Вот Чем раньше Он увидит Какие-то ссылки Да Какие-то там Рекламные вещи Что-то интригующее С перехода На Ну Другие ресурсы Где-то можно Посмотреть Изучить Тем он Быстрее Перейдет И возможно Что-то Примедет Вот То что касается Названия Книжки Вы также Готовите Буквально Там 5-7 Вариантов И опять-таки В соответствии С поисковыми Запросами Потому что Если в вашей книжке Будет находиться Ответ На поисковый Запрос Ну допустим Там Если был поисковый Запрос Профилактика Диабета А вы В название Вставляете Ну что-то Такой Плюс профилактика Диабета Или как-то Обыгрываете Это название С этими словами То Поисковым системам Будет как-то Легче находить Страницу В интернете Где будет Описание Этой книжки Ну и соответственно Там еще можно Применить ряд инструментов Для того Чтобы эта страница Была В поиске По крайней мере Где-то в топе Там были Ну хотя бы На каких-то Первых позициях Для того чтобы Можно было даже Бесплатно Эту книжку Продвигать Вот Ну и само собой Когда у вас будет 5-7 названий 5-7 вариантов Названий Их нужно будет Оттестировать На аудитории Потенциальной Целевой аудитории Которым Эти знания Будут интересны Это могут быть Ваши знакомые Друзья Там По социальным Сетям Или просто знакомые Которые Вы просто скажете Слушай я вот тут Книжку такую написал Вот Она о том-то О том-то Помоги И выберет название Вот какое название Тебя больше цепляет Какое тебе больше интересно То есть не то что нравится вам Потому что вы это автор Вы знаете там Может быть нечто большее Но вам должны сказать люди Потому что вы пишете для людей Соответственно Как бы их мнение Нужно вычитывать То что они скажут Так оно и должно быть То есть реклама должна нравиться Не тому кто ее создает А тому кто ее смотрит Вот Значит давайте Двинемся дальше Буквально еще Маленько вам расскажу Значит Кто Скачал мою книжку И уже ее посмотрел Поставьте пожалуйста Плюсики в чат Хорошо Значит кто еще не скачал Эту книжку Вот сейчас вы видите ссылочку На мой сайт По которому По которой можно Эту книжку скачать Значит у вас будет Запись этого урока И вы сможете Просто пройти по этой ссылке И без каких-либо условий Без рассказывания там Друзьям и так далее И так далее Просто ее скачать И посмотреть Вот как раз конкретно Что там содержится Если у вас не открылось видео То вам нужно было Внимательно прочитать Аннотацию к этой книжке Назывался там файли Буквально Прочти меня Или в первой Самой на первой странице Этой книжки В самом-самом Вверху было написано так Что если у вас Не открывается видео Установите Такую-то Такую-то программу От компании Adobe И прямо дана Конкретная ссылка Скорее всего У вас просто стоит Программка PDF Которая поддерживает Просмотр PDF книг Но не от компании Adobe А от какой-то еще компании Которая пока еще Не воспринимает Интерактивные элементы В этих книжках Потому что компания Adobe Она сделала это первым Соответственно Все остальные компании К этому еще просто Не переориентировались И возможно у вас просто Стоит старая версия Какого-то PDF-просмотрщика Просто обновите Там есть ссылочки И я просто проверял На разных компьютерах Все-все хорошо Должно работать Так Двигаемся дальше Значит Что я вам предлагаю Значит Я предлагаю вам В партнерстве со мной Написать Продающую мини-книжку Причем Я предлагаю вам Ну Само собой Это коммерс Как только Я заговорил о деньгах У меня сразу Почему-то Слетела презентация Сейчас я ее Загружу И продолжим Так Значит Что я вам предлагаю Еще раз повторю Значит Я предлагаю вам В партнерстве со мной Написать такую книжку Значит И Я готов на себя взять Ну скажем так Многие вещи Конкретно Все что касается дизайна То есть Это обложки Это обработка графики Которая находится в книжках Это вставление Добавление всего интерактива Который будет в этой книжке Это создание Специальных страдиц Которые Находятся Ну просто На отдельном сайте И которые Помогают Вирусном продвижении Этой книги То есть Внутри книжки Находятся Ну такие Скажем так Зазывалки Которые Говорят людям Оставь комментарий Получи бонус Или поставь лайк И получи бонус Вот Человек прямо внутри книги Нажимает на Кнопочку Допустим Что ему нравится Или он нажимает на Место где нужно Ставить комментарий Автоматически Он перемещается на сайт Где это можно сделать Он там пишет комментарий Его социальное окружение Об этом узнает После того Как он написал комментарий Ему дается там Ссылочка на скачивание Какого-либо бонуса Вот То есть Таким вот образом Достигается Вирусное распространение Этой книжки Вот Эти вещи Скажем так Я могу делать Значит Соответственно Я могу взять на себя Еще продвижение Этой книги Через Скажем так Своих партнеров Либо через своих подписчиков Но если эта тема Будет касаться Скажем так Здоровья Здорового образа жизни Там какой-то кульнарии И так далее И так далее Если она будет касаться Там чего-либо еще Там Ну не знаю Там как научиться играть На фортепиано Да То конечно же Конечно же нет Потому что я Не тематическая Скажем так Моя аудитория И тут я вам помочь Не смогу Но изучая Последующие уроки Которые будут На следующей неделе Вы сможете Находить себе партнеров Вместе с которыми Вы сможете Создавать такие книги И вместе с ними Продвигать И зарабатывать Вот Значит Что еще я могу вам Предложить Да Это ну само собой Помощь В каких-либо материалах Для написания книг Значит И соответственно Все настройки В партнерской программе То есть Я предлагаю вам Таким образом Значит Создать Партнерский аккаунт У меня В партнерском кабинете Если это книжки Будут связаны Ну с кулинарией С питанием С питанием С здоровым образом жизни То в этой книге Мы будем рекламировать Курсы Которые есть Ну либо у меня Обучающие Да Либо у Светланы Соответственно Соответственно Мы будем Через эти книжки Продавать Продвигать И делить вознаграждение В пропорции 30% вам 70% нам Почему 70% нам Потому что работа Которую мы будем делать На самом деле Очень-очень большая То есть С вас Нужно будет Только ваше имя Тема Контакты Ну само собой Текст Значит Что я вам предлагаю Вот сейчас Вы увидите ссылочку Вейдаинфо Слэш Гоу Слэш Ведобук Значит Там На этой страничке Подготовлено 40 По-моему 3 Темы Так или иначе Связанных с питанием Вы можете Перейти По этой ссылочке Посмотреть Все эти темы Посмотреть Что вас Заинтересует Может быть Вы что-то Захочете Подложить свое Если там нет Темы Которая интересует Вас Ну связанная Скажем так С темой Питания Или здорового Образа жизни И написать Эту тему И соответственно Написать Своё имя И свои Контактные данные Что можно было С вами связываться Вот Если вас там Какие-то темы Интересуют Значит То просто Вписывайте туда Свои контактные данные E-mail Skype Страничку Социальности Вконтакте И имя Отчество Для того Что можно С вами уже Потом Общаться Вот И после этого Начнется Скажем так Работа По подготовке Вот этих Вот книжек То есть Я смогу Вам предоставить Уже какие-то Свои наработки Там Какие-то Набранные Статьи Какие-то Там Подобранные Видео Книги Что-то Ещё Ну Из тех Тем Которые Там Есть Вот И соответственно Вам Это уже Будет Ну Скажем так В помощь Для того Что Можно Просто Это Все Взять Обобщить Систематизировать И разложить По тому Сценарию Который Буквально Вот Вам Недавно Я Рассказал То есть Описать Проблемы Ошибки Заблуждения Что Делать И как Делать Вот И после Этого Скажем так Уже Будет Повериться Книжка Вот Интересно Вам Такое Продолжение Кому Интересно Пожалуйста Ставьте Плюсики В чат Отлично Отлично Сейчас Одну Секундочку Буквально Алло Сейчас Я буду Я буквально Сейчас Отключусь На одну минуту Потому что Мне нужно В офис Запустить Елену Которая Подъехала А охранник Почему-то Не слышит Как она Звонит Ну Точно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, сколько времени может занять написание книжки? Ну, ориентируйтесь месяца на 3-4. Скажем так, если вы, конечно, располагаете большим количеством времени, то вы это можете сделать очень быстро и легко. Но скажу про себя, да, на самом деле там еще большое количество работы предстоит в плане оформления, поэтому, ну, примерно вот я так предполагаю, что месяца 4 уйдет на все. То есть от момента старта, да, до момента, скажем так, расставления всех интерактивных вещей, эту книжку, верстки, там, создания дизайна и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот примерно такой вот срок, на который можно ориентироваться. Так, ну, наверное, с книжками у нас все. Итак, еще раз расскажу, что если вас тема эта заинтересовала, то в последующих уроках я расскажу, где находить партнеров, которым вы можете предлагать свои услуги по написанию книг, не только нам, потому что темы могут быть абсолютно разные, да, и даже не связаны с темой здоровья, питания и так далее, и так далее. То есть вы найдете себе партнеров, которым можете предлагать услуги по написанию таких вот книжек. То есть найти партнеров, в которых есть какие-либо товары, какие-либо курсы, которые они продают там своим подписчикам, там, или каким-то образом еще, и предложить им написать для них вот такие вот мини-книги, разобравшись в какой-либо теме. И вставив туда партнерские ссылки, соответственно, потом этот человек, которому эта тема была, ну, скажем так, актуальна, да, то есть у которого есть e-mail-рассылка, там, или сайт, подсвеченный этой тематике, он будет эту книжку продвигать всяческими способами, потому что эта книга будет приводить ему покупателей. И эти покупатели, читая вашу книгу, будут мотивированы на то, чтобы совершить покупку какого-либо платного курса, тренинга и так далее. И, соответственно, все будете его зарабатывать. И вы, и тот партнер, который вам это будет предоставлять и продвигать. Вот. На этом я хотел бы закончить тему мини-книжек и буквально еще рассказать вам в пяти минутах о том, как создавать летающие презентации. Вопросики давайте по теме сразу же. А, у вас вопрос не по теме. Ну, вы его напишите, я посмотрю, по какой он теме, и, может быть, сразу отвечу. Если у вас есть вопросы именно по теме, связанные с написанием мини-книг, то, пожалуйста, задавайте их сейчас в чате, не откладывая на потом. Если вопросов нет, то я расскажу вам, как создавать вот такие вот летающие презентации, которые я использую для создания своих видеоуроков. Ну, конечно, это будет не полноценный курс, но, по крайней мере, вы сможете делать многие вещи без денег. Итак, значит, смотрите. Для того, чтобы создать такие летающие презентации, необходимо у вас пользоваться сервисом. Называется он Prezi. Вот. Ссылочку вы видите сейчас на этом экране. Да, это мой сайт www.wayda.info.com.au slash Prezi. Вот. Эта ссылочка вас переадресует непосредственно на сам сайт. Вот. Почему я даю ссылочку такую, а не какую-либо прямую, да, потому что вот эта ссылка партнерская. Эта ссылка партнерская, но сейчас я вам расскажу, как можно пользоваться этим сервисом и не платить за него каких-либо денег сейчас. То есть вы переходите по моей ссылке. Я, после того, как вы зарегистрируетесь в этом сервисе, получу за каждого человека, который по этой ссылке перейдет, плюс один месяц пользоваться этим сервисом. Значит, то есть сервис, получается, не платит мне никакого вознаграждения, да, но... Так, у меня опять техническая какая-то накладочка. Так, у меня опять техническая какая-то накладочка. Так, то есть сервис не платит никакого комиссионного вознаграждения, но он дает право пользоваться этим сервисом еще один месяц за каждого приведенного человека. Соответственно, вы можете поступать так же, если хотите, чтобы кто-то этим сервисом пользовался, просто рассылать свою партнерскую ссылочку, и вам будет добавляться по одному месяцу. Но на самом деле там цена невелика, и можно пользоваться, скажем так, без всяких партнерских ссылок. Просто, коли мы с вами партнеры, да, то вот давайте пользоваться партнерскими ссылками и переходить по тем ссылочкам, которые друг другу мы даем. Вот. Значит, сервис очень простой. То есть все делается буквально там в два клика. Значит, все картинки перетаскиваются буквально вот со своего рабочего стола или с папочки прямо вот в этот сервис. То есть вы кидаете просто с рабочего стола картинку, ну, как будто вы перемещаете в папочку, и она автоматически появляется там в этом сервисе. Вот. В этом сервисе есть гигантское количество готовых презентаций, которые сделали уже люди, и сделали их доступными для всех. То есть вы просто можете набирать какое-либо слово на английском языке, которое там, ну, соответствует какой-либо тематике. Вам будет выдаваться большое количество готовых презентаций, вы создаете с них копию, и просто потом меняете там тексты, меняете там картиночки, сокращаете количество переходов и так далее, и так далее, и так далее. То есть все очень просто. Вот. Существуют ли платные курсы? Да. Такие платные курсы по этому сервису существуют. Вот. Цена на них 5000 рублей. Вот. Третья ссылочка, которую вы видите здесь, в Prezi, на русском.ру, это как раз вот человек, который эти курсы вот создал, да, и продает за 5000 рублей. Вот. Курсы хорошие, профессиональные, в них все подробно рассказано, но если у вас есть, скажем так, навыки работы в интернете, да, там, в Ворде, там, и в чем-то еще, то все достаточно просто. То есть нужно просто один раз понять, как это делается, и можно же, скажем так, не пользоваться никакими платными курсами. Вот. Для этого есть у нас гигантский ресурс, который называется YouTube. Вот. Вы просто набираете на YouTube слово Prezi, и вам будет гигантское количество роликов, которые показывают, как работает эта программа. Вот. Если у вас какой-то возникает вопрос, просто набираете, допустим, как вставить видео в Prezi, как вставить там что-то в Prezi, как там это самое, и все. И просто сами это все изучите. Платить, в принципе, это не потребуется. Ну, если там уже совсем вам сложно, то, конечно, можете привести платный курс на сайте «Приди на русском». Вот. Там нет никакой партнерской программы, просто там есть ссылочку прямую, переходите и пользуйтесь. Значит, эти презентации очень достаточно такие мощные, глобальные, у них можно оставлять и аудио, и видео, вот. Но я этого не делаю, потому что я обрабатываю аудио и видео потом отдельно. Вот. Сервис интересен тем, что эти презентации, которые вы сформируете, в них можно оставлять прямо даже такие ссылки. Вот. И публиковать эти презентации на своем сайте. То есть человек заходит на ваш сайт, если он у вас не есть, попадает там на какую-то страницу, и там находится такая красивая презентация, где есть просто две кнопочки «Вперед-назад», «Вперед-назад». И он, ну, там, в соответствии с вашим каким-то посылом, начинает просматривать презентацию, там он что-то может быть заинтересовать, и он там что-то совершит, какое-то либо действие. Вот. Либо можно скачивать такие презентации к себе на компьютер и демонстрировать их, ну, со своего компьютера в тех местах, где вам необходимо там выступать с какой-либо презентацией. Это может быть офис, это может быть там какие-то партнеры, учебные заведения, ну, неважно что, да, потому что презентацией PowerPoint пользуются везде, там, от детского садика до там какого-либо гигантского концерта. Вот. Но компании, которые входят в Fortune 500, то есть список 500 компаний крупнейших в мире, вот 80% этих компаний для создания каких-либо отчетов, там, своих презентаций, проектов, неважно ничего, годовых отчетов, выступлений перед акционерами используют презентации от компании Prezi, потому что они, ну, позволяют, скажем так, добиваться больших визуальных эффектов за счет, там, переходов, перелетов, разворотов, поворотов, масштабирования и всего остального. Вот. Это то, что касается создания таких презентаций. Попробуйте, на самом деле все очень просто. Значит, там есть три тарифных плана. Первый тарифный план бесплатный. Просто регистрируйтесь по ссылочке, которую вы видите первой на этом экране. Пробуйте создавать свои презентации, находите чужие презентации, копируйте их, изменяете, вот. Делайте все, что хотите полностью, у вас все полноценный сервис работает. Единственное но, что во время воспроизведения презентации у вас будет находиться поверх презентации, в уголочке, логотип этой компании. Вот. Но для того, чтобы научиться что-либо делать, это абсолютно не мешает. Вот. Второй тарифный план, он стоит 59 долларов в год. Ну, там чуть меньше 4-5 долларов в месяц. Значит, он вам позволяет уже создавать презентации без логотипа этого сайта. Вот. И дает вам 500 мегабайт места на виртуальном их компьютере, на сервере для хранения вашей презентации. Ну, 500 мегабайт на самом деле очень много, потому что у меня сейчас находится на сервисе, на ихнем около 50 презентаций, и я занимаю примерно половину только этого всего объема. Вот. На самом деле можно и этим даже ограничиваться, потому что презентации можно создать и сохранить сиденный компьютер. То есть они уже не будут занимать место на компьютере, на сервере этого сервиса. Вот. И максимальный тариф, по-моему, стоит 149 долларов в год. Значит, там дается еще больше места для пользования, значит, их жестким диском, грубо говоря. И там дается возможность скачать программу, которую можно установить либо на компьютер персональной, да, PC, либо на Macintosh Apple-овский. И уже не пользоваться созданием презентации через интернет, а работать, скажем так, просто на компьютере, не подключаясь к интернету. Вот. Но я лично пользуюсь интернетом, потому что интернет-скорость позволяет обрабатывать все быстро и, скажем так, никаких зависаний там ничего-то еще не возникает. То есть я работаю просто онлайн с этим презентациям прямо там на их сайте. Это все я создаю и потом уже использую для своих нужд. Вот. Значит, дальше, когда презентация готова, ну, по какому-то сценарию... Да, кстати говоря, можно взять презентацию PowerPoint и прямо туда ее экспортировать и просто потом это все оставить по местам. То есть есть даже такая функция слияния этих двух презентаций. Значит, дальше я готовлю аудиозапись. Я использую бесплатную программу, которая называется AudoCity. Вы наберете ее буквально там в поисковике, и вам откроется сайт на русском языке, где эту программу можно скачать. Вот. Программа очень простая. Подключаете микрофон, записываете голос. В этой же программе все обрабатываете, вычищаете там оговорки, стираете там лишние фразы повторенные. Вот. Допустим, ну, не знаю, как у кого, да, допустим, я, когда записываю выступление, я могу проговорить одну фразу два-три раза. Вот я ее произнес, а мне не понравилось. Я ее тут же записал еще раз. Или там еще раз повторил. И потом выбрал одну из трех, которая звучит интереснее, убедительнее, там, как-то там, без всяких разных оговорок, припинаний и так далее, и так далее. То есть лишнее стираю, нужное оставляю. Там все очень просто. Все делается мышкой, все легко. Вот. После этого просто, когда у вас уже готов аудиофайл, вы его экспортируете в WAV формат, вот, и можно с ним потом работать. Дальше нужно просто взять и склеить презентацию с вашим звуком. Вот. Для этого существует такая программа, которая называется Camtasia Studio. Вот. Есть, конечно, может быть, и какие-то аналоги. Вот. Но мне эта программа очень нравится, потому что она позволяет многие вещи делать очень просто. Вот. Есть, конечно, программы профессиональные для обработки видео с большим числом эффектов. Вот. Ну, мне достаточно вот этой простой программы. Она стоит, я сейчас не помню, 80 что ли долларов. Ну, то есть деньги такие совсем разумные. Вот. Эта программа позволяет записывать скринкасты. То есть я просто настраиваю презентацию, созданную на сайте Prezi, и поверх начинаю эту презентацию воспроизводить. Ну, там задержка, скажем так, в 5 секунд на один кадр. То есть 5 секунд прошло, другой кадр перелетаю, 5 секунд прошло, другой кадр перелетаю, и у меня, получается, идет запись экрана. Вот. Когда запись экрана у меня уже готова, я просто, получается, добавляю аудио файлик туда, в эту программочку, и потом расширяю вот эти вот пустые кадры, пустые, когда нет никаких переходов, допустим, когда есть статичная картинка, я чего-то говорю. Вот. Я просто расширяю, там, копирую, грубо говоря, вот эти вот кадрики, и у меня, получается, такая вот уже растянутая длинная презентация на все время моего выступления. Потом нажимаю кнопочку «Сформировать проект» и делаю его в виде файла формата MP4. Вот. Можно делать формат AVI. Но я делаю MP4, потому что он получается легкий, воспринимается всеми плеерами, YouTube и так далее, и так далее. Вот, собственно, и все. Вот, собственно говоря, и все. То есть так создаются вот такие вот уроки, которые вы видите. То есть вот раскрыл вам, скажем так, закулисье. Вот. Научившись создавать такие презентации в компании Prezi, да, вы можете предлагать свои услуги любым сторонним предпринимателям по созданию рекламы, презентации каких-то их курсов, тренингов, чего-то еще. Потому что многие даже, я видел, реклама, просто созданы через эту программу. То есть она просто простая, легкая, гибкая, с большим количеством эффектов, которые позволяют очень красиво, визуально представлять что-либо. Вот. На этом, на этом я бы, наверное, закончил сегодняшнее свое выступление, потому что оно уже достаточно интересное, вернее, достаточно длинное. Вот. И хочу понять, насколько оно было вам интересным. Ставьте плюсики в чат, если вам, надеюсь, это поможет в каком-либо... отлично. Надеюсь, что вам все это поможет. Спасибо. 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 Спасибо.